всем доброго вечера напишите пожалуйста как меня слышно от 1 до 10 поставьте цифру от 1 до 10 как меня слышно и видно ли вам презентацию хорошо слышно и презентацию видно или нет и пожалуй начнем да все хорошо видно отлично сейчас я себе налажен немножко тоже чтобы все видно было и так это один из последних вебинаров которые мы будем проводить в этом году представлюсь меня зовут воронцова катерина сегодня я провожу вебинар на очень важную тему бизнес планирование мы будем подводить итоги прошлого года и планировать новый планирование вообще является одной из важнейших тем а в бизнесе тем более почему ну потому что без плана наши все результаты если они будут они будут стихийны а возможно результатов в принципе никаких не будет потому что планирование ключевой элемент достижение любых целей достижения любых результатов сегодня мы во-первых поговорим о том чего мы с вами достигли чего не достигли 2018 год каким он был для нас и ответим для себя на несколько вопросов почему я все таки останавливаюсь на этом потому что в спешке в суете нашей особенно предновогодний мы часто не находим время на то чтобы ответить для себя на такие очень важные вопросы я сама в принципе готовить бинар не не успела для себя ответить на эти вопросы и буду отвечать на них вместе с вами почему потому что ну вот вот не находит никак мы время на то чтобы вот подвести итоги восемнадцатого и начать нормально 2019 в смысле новый год а сегодня вот постараемся всем добрый вечер кто присоединился и так будем отвечать на вопросы все ли у нам удалось реализовать я думаю что вы можете вместе со мной отвечать да я буду очень рада и признательна если в чате будут появляться ответы естественно у нас всегда есть программа минимум программа максимум есть план максимальный есть план минимальный так вот сразу скажу что естественно все реализовать не удалось потому что мы всегда и это нормально ставим завышенную планку для себя надо понимать что это нормально и не надо чтобы у вас это смущало или заставляла переживать надо просто сделать так чтобы это заставило нас задуматься для себя прописать прямо что у меня получилось в этом году и что не получилось как это посмотреть тех кто писал для себя прописывал для себя 2018 год не составит никаких сложностей это сделать я для себя уже в 2018 году наверное впервые на раньше я этого не делала прописывала для себя 100 желаний на 2018 год и вот с этим учетом я думаю что сделать такой анализ для себя что получилось что не получилось будет гораздо проще это касается не только бизнес показатели это касается в принципе всех сфер деятельности всех сфер нас нашего колеса жизни то есть что получилось что не получилось это тот такой анализ который нам нужно провести сидя вот самим собой и желательно это все прописывать так секундочку кто-то у нас потерялся еще сейчас догонит все отлично следующий вопрос по какой причине могло не получиться до исходя уже из предыдущего вопроса что не получилось для себя это тоже мы отвечаем мы будем находить этот вопрос чуть-чуть на ответ на этот вопрос чуть чуть дальше потому что эта техника Брайана Трейси когда он предлагает найти причины неудач и предложить выходы из них я эту технику покажу немножечко дальше и пятый вопрос что нужно сделать в 2012 году чтобы все было по плану да это конечно идеальный вариант ну представляете как будет круто если в 2019 году все что мы не запланируем все действительно сбудется мы будем рассчитывать что сбудется поэтому 2019 год будем планировать с этим намерением с таким настроем и так я рассказываю про технику Брайана Трейси он дает это в принципе во многих своих работах просто она прослеживается такой красной нитью через множество его книг во первых что мы отмечаем да мы во первых должны для себя понять что в той точке в которой мы сейчас находимся все что вот с нами не происходит мы сами являемся причиной того что с нами есть и что с нами на данный момент происходит то есть сегодняшний результат то сегодня какая какая я есть результат того что я делала раньше поэтому вот в этой точке в которой мы сейчас находимся сейчас точка да такая очень для многих решающий новый год любят все и с новый год всегда идут с новыми мыслями вот в этой точке надо как раз задуматься и понять какие три самые большие проблемы стоят передо мной на сегодняшний день а мы естественно давайте возьмем узкую тему именно бизнес планирования потому что естественно колесо жизни у нас большое у нас очень много разных целей и свершений но так как мы сегодня все таки находимся на бизнес вебинаре да будем затрагивать вопрос рабочий вопрос рабочий то есть какие три самые большие проблемы на сегодняшний момент передо мной стоят по какой причине я не достиг того что я хотел достичь то есть вот вы можете прямо выписывать перед собой потому что я когда ознакомилась с работами его я выписывал для себя в блокнотик в ежедневник вот эти четыре вопросы будет на которые нужно будет вам найти ответ всего четыре больше писать не надо будет первый вопрос какие три самые большие проблемы стоят передо мной на сегодняшний день почему я не достиг того чего я хотел достичь что вам мешает что вам помешало например вырасти там вдвое увеличить свои объемы следующий вопрос какие три самых лучших решений можно приглашать для каждой из них да заберем каждую проблему и для каждой проблемы придумываем решение ну то есть вы сами удивитесь как легко могут находиться решения для данных задач так если я найду если я найду я может даже приведу пример того что нет не найду не здесь не рядышком в общем для себя главное вы пишите два вопроса я меняю слайд следующий вопрос почему я до сих пор не у цели да вы отвечаете на этот вопрос помню что у вас наверняка была какая-то бизнес цель которую вы хотели достичь к концу 2018 года или достигли или не достигли если вы достигли какой-то своей минимальной цели то естественно вы применяете этот вопрос к цели максимально почему не достиг цели максимально если достигли вы максимальной цели конечно наверное перед вами должны стоять уже другие вопросы и четвертый вариант как можно решить проблему и здесь очень важно прописывать не какой-то один вариант писать именно 20 вариантов написать 1 2 3 4 5 и до конца до 20 и сесть и прописать их вероятно первые пять напишутся достаточно легко но по словам брайан трейси именно первые пять являются не самыми интересными не самыми применимыми самое интересное будет написано у вас 15 16 17 18 19 и 20 да то есть последняя пятерка это будет как раз то что вы возможно искали поэтому сесть и сделать такой мозговой штурм очень важно особенно в конце года поставьте пожалуйста плюсики если у меня хорошо слышите понимаете да что я у меня связи все хорошо потому что в прошлый раз были определенные проблемы и так мы с вами да ответили на 4 вопроса которые нам рекомендуют поставить пред собой известные бизнес тренеры да и проанализировали таким образом то что с нами происходило до теперь мы с вами должны понять что мы хотим в будущем да что я хочу в будущем году и здесь естественно есть множество техник и и одну из техник я давала наверное месяц или два назад мы давали технику постановки целей колесо жизни и очень очень подробно прямо выявляли вычленяли ваше основное желание основную цель которая должна вас вести 90 дней квартал в разные временные промежутки в разные промежутки времени которые мы берем для достижения цели у нас каталог у нас это может быть квартал 90 дней у нас может быть год вот мы использовали технику 100 желаний мы прописывали 100 желаний очень всем рекомендую это сделать в преддверии нового года прямо до 31 до 1 января 31 декабря сесть и сделать и уже исходя из тех 100 желаний которые вы прописали используя технику колеса жизни вы очень то одно которое вас гложет сейчас больше всего и одновременно это могло бы решить ряд нескольких других проблем мы такое желание обычно в бизнес ключе именно применительно к сетевому маркетингу ставим открываю я в настоящем времени открываю от себя в первом лице я открываю статус такой-то к такому-то числу то есть это очень распространенная техника которая используется при постановке цели и естественно она записывается до незаписанная цель вообще ни о чем как говорит опять же да мой любимый брайан трейси 97 процентов 3 процента людей которые прописывают свои цели управляют и так а давайте теперь просто прикинем ну мой план например на 2019 год но это я к примеру да возможно у нас и свои цели моя цель например увеличить товарооборот структуры на пять тысяч баллов в году кто хочет также кто-то ко мне присоединится может быть мы вместе тогда будем считать кто со мной приз кто ко мне присоединяется пишите я будем вместе считать как достигнуть этой цели к 2019 году вообще вот это вот планирование но очень часто нам без конца в этом рассказывают рассказывают рассказывать на всех семинарах вебинарах и так далее но тем не менее вот это надо повторять много раз для того чтобы в голове отложилось и четко в любой момент времени даже ночью можно было сесть и просчитать сколько и что нужно сделать для того чтобы ну в данном случае съесть слона так я жду кто со мной будет делать плюс пять тысяч баллов за следующий год диляра все отлично будем вместе я понимаю что у кого-то планы гораздо больше чем у меня но возможно вот пока так итак смотрите да 5000 баллов это слон который нам нужно которого нам нужно как-то вот одолеть съесть да мы известную фразу мы знаем для того чтобы съесть слона нужно его разделить на бифштексы да будем делить слона на бифштексы это то что нужно делать при организации планирования это нужно делать на разные временные промежутки то есть 5000 баллов у нас план за год а соответственно если мы смотрим дальше то 5000 баллов у нас превращаются плюс 1250 баллов за 90 дней понятно что я сделала да я 5000 баллов разделила на 4 то есть 90 дней это квартал у нас среднесрочная такая такой план это плюс 1250 баллов за три месяца все же не так страшно звучит да уже как-то более-менее и смотрим дальше во что превращаются у нас при более близнец в близ в близ в общем более близкой перспективе более близкой перспективе это у нас двести семьдесят семь баллов за каталог что я сделала я 5000 баллов разделил на 18 правильно я тебя посчитала до 5000 баллов мы делим на 18 и да у нас получается двести семьдесят семь баллов все значит нам надо добавлять двести семьдесят семь баллов за каталог не стар уже не так страшно уже менее страшно да то есть мы уже разделили слона на бифштекс и дальше мы будем планировать что нам нужно сделать для того чтобы эти показатели достигнуть и так мы здесь работаем с основным бизнес показателями понимаю что многим это уже знакомо и уже много раз знакомы да но повторяю особенно для новичков и для тех кто не усвоил технику расчета плана как планировать у нас здесь несколько основных бизнес показателей которые нужно иметь в виду первое это база база консультантов то есть сколько у вас консультантов всего в структуре следующее это процент активности да то есть сколько консультант в структуре в среднем делают у вас заказ в процентном соотношении отталкиваясь от базы от 100 процентов то есть база это сто процентов активные консультанты это процент активности треть у нас а к это активные консультанты это те кто сделали заказ дам больный 4 нка это новые консультанты и 5 средняя закупка то есть их на самом деле очень больше показателей намного больше но мы берем те которые нам необходимы будут так или иначе при расчете и плане нашего с вами восхождение к вершинам и так 277 баллов за каталог вы видите это ну в общем как будто бы не так как будто бы много да на самом деле смотрим что необходимо делать для того чтобы это сделать смотрите здесь взятые ну такие не самые хорошие проценты да я же всегда беру по минимуму для того чтобы было не так страшно да потому что это показатели нереальные берем по минимуму да ну среднечковые а потом в зависимости от того каким методом вы работаете тоже процент может быть разный да и средней закупки процент активности если мы берем холодный рынок там поменьше будет если мы берем теплый рынок побольше если мы берем вообще интернет то там еще меньше процент активности новичков особенно поэтому берем усредненные варианты ну например вы и на теплом контакте работаете и из интернета приводите людей и среднем у вас активность 25 процентов то есть здесь из десяти у вас два с половиной человека делают заказ до средняя закупка 20 баллов берем до понимаем опять же здесь что на что мы зовем человека мы зовем его либо на бизнес либо на продажи либо на покупки для себя и если мы смотрим в среднюю закупку среди покупателей то она может быть кстати даже ниже да есть те которые на 10 баллов и даже на 6 некоторые делают как им не рассказывать да про то что у вас там выгодно делать так и так баллы копятся накопительная программа но есть такие да кто делает и на 6 баллов заказа и есть те которые продавцы да они делают и 50 баллов и 100 баллов есть те кто пришел на бизнес они однозначно делать 50 100 поэтому ну берем среднюю закупку с учетом того что покупать у нас больше берем 20 баллов тогда 277 так я сейчас прошу если что-то непонятно пишите минус я еще раз повторю а если понятно то плюс потому что расчеты конечно не сложно но может быть я объясню непонятно всякое возможно поэтому повторю для тех кому непонятно поэтому 277 баллов которые нам нужно прибавить в каталог мы делим на среднюю закупку 20 для чего для того чтобы выявить сколько новых человек активных нам нужно в каталог для того чтобы получить увеличение товарооборота на двести семьдесят семь баллов у нас получается 13 целых восемьдесят пять сотых активных консультантов до округляем пусть 14 будет обязательно в большую сторону не в меньше для того чтобы циферки не испортились и чтобы у нас получилось не двести семьдесят пять баллов а лучше 300 сразу до плюсом товарооборота так вот учитывая процент активности который мы взяли средний да а его вы можете кстати по своей структуре высчитывать сами до смотреть за три предыдущих периода например или за три любых периода в течение года какова средняя активность по структуре в отчетах это все видно и смотрим что 14 активных консультантов исходя из активности наш это будет 25 процентов тогда сто процентов делаем простую пропорцию умножаем 14 на 100 деле на 25 это 56 новых консультантов в структуре нам необходимо в каталог при наших показателях для того чтобы прибавить 277 баллов в каталог вот как то так да я еще раз говорю что показатели могут быть разные достаточно может быть будет и меньшего количества новых консультантов для того чтобы приплюсовать дай себе товарооборот такую такую сумму достаточно может быть несколько человек придет приглашенных на продажи или на бизнес и в то же время это может быть 56 новых консультантов приглашенных на покупки либо это это и у нас получаются усредненные показатели вот и все 56 новых консультантов да может быть меньше не страшно может быть больше тоже не страшно еще раз повторю что если 277 баллов не достигнутого в определенный каталог дал например там в пятнадцатом каталоге ну или каком-нибудь коротком семнадцатом каталоге вас не получилось плюс 277 баллов не надо при этом там падать духом думать что все я выбился из плана обязательно будет такой период когда вы сделаете больше чем планировали да у меня тоже было такое что я бывает что рывковое развитие и неожиданно сам для себя делаешь больше чем запланировал то есть где-то ты не достал где-то сделал больше чем надо и в общем так я рано переключилась здесь все понятно поставьте плюсик если все понятно так вы можете распланировать свою свои результаты свои показатели точно также берете ту сумму баллов на которые вы хотите прирасти делите эту сумму баллов на бюштекс и вначале на делите вначале на 4 чтобы увидеть до средней срочности перспективе на 90 дней сколько вам надо прирасти потому что точки отсчета у вас все равно должны быть не только каталог да но и квартал почему потому что я объяснила что 277 баллов вы можете не делать в одном каталоге сделать в другом то есть где-то не доставьет где-то больше но для вас должно быть отметкой вот этот квартал все замечательно все понятно и здесь секрета в общем никаких здесь все понятно все ясно и высчитываем по своим показателям буквально каждый день можно высчитывать и посмотреть при разных показателях что у вас получится выстраивать таблички для себя а сейчас я расскажу немножко интересную тему которую приготовила так скажем наконец потому что вроде как с планированием понятно с подведением итога все понятно но еще одно одна вещь бизнес-план да мы очень часто сталкиваемся с этим словом особенно в линейном бизнесе потому что там без этого никак без планирования без бизнес показателей тоже никак если ты заходишь бизнес у тебя должен быть бизнес-план и как-то мы вот на второй план в нашем сетевом маркетинге убираем вот этот вот бизнес-план бизнес планирование что такое общий бизнес-план это всесторонний обоснован обоснование проекта и среды в котором он реализуется а также оценка эффективности методов управления способствует достижению поставленных целей это понятие из линейного бизнеса теперь мы будем его использовать применительно к нашему бизнесу и думать как создание вот такого бизнес-плана может стать инструментом для рекрутинга что такое вообще бизнес-план это система да это документ который может быть как внешним так и внутренним внутренний документ это вот для себя компании например организует да для того чтобы самому проверять и анализировать эффективность тех или иных мероприятий смотреть баланс следить за приходом расходом в рамках своего бизнеса есть внешний бизнес-план это тот бизнес-план который используется для привлечения инвестиций бизнес до для того чтобы брать кредиты потому что без четкого документа под названием бизнес-план кредитоваться бывает в линейном бизнесе очень сложно и состоит он у нас из нескольких частей они могут быть немножечко изменены местами немножечко может быть изменено их название пунктов но в целом сколько я не смотрела какие бизнес-планы существуют они располагаются то есть вот так первое это резюме чаще всего в резюме здесь не только план последующего бизнес-плана но чаще всего обосновывается актуальность выбранной сферы деятельности почему потому что именно с этого начинается что с обоснования проблемы на которой стоит на сегодняшний момент да кстати я вот не сказала для чего это все говорю я предлагаю нам создать бизнес-план да почему потому что в линейном бизнесе это распространено а у нас как-то не очень этот бизнес-план должен быть именно для вас именно ваш под вашу целевую аудиторию и поэтому вот немножечко расписывая структуру бизнес-плана и применяя ее к сетевому маркетингу может быть кому-нибудь как раз стукнет идея в голову создать такой бизнес-план для себя и предлагать ее бизнес-партнером не просто там показывать маркетинг-план который у нас есть а именно на свой бизнес-план потому что столько у нас разных способов работы столько у нас можно достигнуть но нет практически никаких планок и ограничений что прописание подобного документа применительно к сетевому маркетингу было бы классной фишкой по крайней мере я это сделаю и попробую как это будет работать и так резюме это у нас обоснование актуальности проблем применительно к сетевому маркетингу мы можем конечно здесь расписывать то что привлекает покупателей это что привлекает тех кого мы берем в качестве партнеров покупателям интересен интернет магазин все чаще и чаще у нас покупатели идут именно в интернет за покупками кроме того учитывая проблему поделок до все более и более актуально становится некая гарантия от магазина в качестве продукта да и если например придя магазин рядом с домом живой на земле можем конечно попросить сертификаты на продукцию но мы тоже как бы не уверены мы же не специалисты подлинный это документ или нет только что касается сетевого маркетинга то здесь мы сто процентов уверены что мы получаем продукцию напрямую от производителя то есть вы можете обосновывать актуальность для покупателя так как вам удобно так как вы это видите а если мы берем актуальность для вашей целевой аудитории я повторюсь что для каждой целевой аудитории бизнес-план свой то мы можем беря например очень популярную целевую аудиторию мамочек декрете расписать для них актуальность поиска дополнительного заработка для кого-то самоопределение до после декрета не все хотят выходить на работу вот в таком ключе может быть расписано резюме следующее это описание продукции услуг здесь все предельно просто у нас это все есть на сайте мы можем просто расписать и категории товаров которые у нас есть причем здесь расписываются не только вот перечень дается их но и смотрим если наличие патентов у нас они естественно есть да что это здорово смотрим какие инновационные технологии используются и тоже об этом указываем да почему потому что если мы берем человека с улицы и показываем этот бизнес-план действительно важно удостовериться в том что здесь какой здесь ассортимент и что здесь реально качественный товар который производится в соответствии с самыми высокими стандартными там и со джимпи и так далее об этом мы тоже должны указывать и не помешает конечно указать и премии которая удостоен продукт вот в общем то так да то есть можно указывать здесь еще и высокое качество и по себестоимости немножечко рассказать да про то что компания крупная с кем мы бы имеем дело и она может удерживать низкие цены и делать продукцию низкой по себестоимости следующее это самое важное наверное это продажи маркетинг да то есть третий маркетинговый план маркетинговый план который у нас есть в готовом видео он у нас есть и в красивыми табличками он у нас есть и в виде документа который мы подписываем до при оформлении договора указания услуг в качестве приложения то есть главная задача здесь его показать так для того чтобы так чтобы ваша целевая аудитория могла увидеть здесь для себя деньги то есть если мы показываем для мамочки в декрессе то мы конечно будем показывать немножко другие цифры если мы показываем уже предпринимателю которого интересуют сверх доходы и так далее да мы будем показывать здесь другие цифры то есть маркетинговый план сам по себе большой все перечислить перечислять не надо следующий четвертый производственный план который в принципе да в линейном бизнесе вещь необходимая у нас вот не знаю в какой степени скорее наверное подойдет он в том случае если мы открываем пункт выдачи потому что именно в производственном плане здесь все схемы посредством которых мы будем эффективно до устроить товарооборот на пункте выдачи но в принципе его можно использовать и для работы со структурой здесь можно как раз для пункта выдачи прописывается местоположение оборудование сотрудники и так далее и сюда же прописываются в производственный план данные расходах и других затратах которые будут произведены да чаще всего в табличном виде следующий опять это организационный план то есть здесь да применительно к нам если мы берем линейный бизнес то здесь будут прописываться персонал кадровая политика фирмы сотрудники правовое обеспечение деятельности график работы штатный состав календарный график реализации проекта что касается нашего нашей деятельности то здесь мы можем просто расписывать организацию систему организации структуры то есть как построим партнеров в системе это это есть в общем-то организационный план да кто у нас есть что у нас есть консультанты что у нас есть продавцы что у нас есть бизнес-партнеры квалифицировать тех людей которых мы приглашаем структуру куда-то да очень важно еще пункт плана описание рынка сбыта до конкретно целевую аудиторию ее можно кстати поместить либо перед маркетинговым планом либо куда-нибудь рядом с резюме да здесь этого не написано но точно тоже очень важная тема именно описание рынка сбыта то есть целевую аудиторию то есть тому кому будем предлагать очень важно понять что целевая аудитория есть и что она будет заинтересована в предлагаемых нам нами услугах и товарах следующий очень важный документ то финансовый план и опять же в линейном бизнесе один из самых важных 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 и у нас тоже важен как раз то что мы с вами считали а мы с вами считали не что иное как нашу зарплату ну зарплату это я сказала так да чтобы было понятнее так наш доход плюс пять тысяч баллов это естественно не просто плюс пять тысяч баллов это деньги и естественно уже отталкиваясь от того какие деньги нам нужны мы строим финансовый план для себя и небольшой бонус для тех кто присутствует на сегодняшнем вебинаре я готова вам скинуть табличку построение финансового плана для себя а также табличку по чек-листу работы консультанта на фаберлик на каталог для тех кто хочет получить подобные материалы на почту вы можете написать либо вопросы либо лучше вопросы свою электронную почту и материалы я вам скину во первых ведение своего финансового плана личного внутреннего и чек-лист консультанта для того чтобы поэтапный по шагово вести свою работу точно знать план свой на каталог на неделю на день самоконтроль ежедневной активности итоги работы по итогам каждого из этапов промежутка времени итак мы с вами остановились на шестом финансовом плане здесь естественно у нас прогнозируемый финансовый результат это то о чем я говорила то есть что нам конкретно нужно будет чего мы хотим достигнуть здесь обычно прописывается схема движения денежных средств естественно это важно если мы проводим какую-то платную рекламу мы смотрим если дни отдача если мы вкладываемся в продукцию в подарки в каталоге у нас естественно кое-какие вложения есть вот эту схему движения средств финансовый план тоже можно прописывать да чтобы человек не думал что здесь все прямо вот за тебя сделают у него что не надо вкладываться и прогнозируемый баланс ну это наверное для предприятия больше применимо для нас все таки наверное схема движения денежных средств и прогнозируемый финансовый план здесь мы можем прописать естественно мы прописываем он не для себя для того человека которому мы предлагаем бизнес то есть мы прописываем разные суммы в какой промежуток времени чего может достигнуть конкретный рекрутируемый человек и надо понимать что бизнес-план здесь может быть у вас не один да и этом я еще подробно скажу и седьмой пункт риски и гарантии риски чаще всего связывают именно с с финансовыми вложениями в связи с тем что финансовые вложения у нас здесь минимальны чаще всего да если мы не говорим о какой-то дорогостоящей очень дорогостоящей рекламе или там покупки недвижимости да для того чтобы там открыть скажем пункт выдачи это я просто уже так утрирую но действительно риски здесь у нас минимальны почему потому что нет этих финансовых крупных вложений в линейном бизнесе в бизнес-плане здесь я просто прочитаю прописываются методы снижения рисков помимо прочего да анализ рисков и финансовых потерь и если сумма вложений достаточно высокий то здесь прилагаются экспертные оценки при экспертной оценке при больших финансовых вложениях гарантия но гарантиях очень сложно говорить да надо просто дать понять что при четком соблюдении планов и при четком четкой работе с душой и сердцем определенных результатов можно достигнуть в рамках указанного нами бизнес-плана еще кстати можно делать определенные приложения к бизнес-плану прикладывать определенные копии документов справочную информацию можно прикладывать документы характеризующие компанию да если мы говорим о компании прикладывать документы касающиеся того что компания например находится в топ 50 на 26 месте по версии РБК в 2018 году по темпам роста да опережая кстати детский мир и компанию лента да почему бы не показать эти данные в приложении кроме того компания находится в топ 100 косметических компаний мира единственное в России компания находится в 500 крупнейших компаний России о чем тоже можно упомянуть то есть вот эти все данные указывать можно в приложении следующее о чем я хочу сказать вот мы с вами рассмотрели вообще структуру бизнес-плана и как этот бизнес-план из линейного можно превратить в бизнес-план для сетевого для того чтобы с помощью не просто так да естественно не просто для себя прописать а для того чтобы это был инструмент рекрутинга что нужно помнить несколько вещей для того чтобы он был вот этот вот созданный вами бизнес-план эффективным в рекрутинге во-первых нужно понимать что он должен быть точным и определенным и когда вы делаете бизнес-предложение вот замечательно когда мы расписываем все на бумажке на салфетках как это да на десяти уроках на салфетках где-то в кафе но очень важно чтобы человек видел что это там не что-то определенное а это прямо конкретный документ да и именно сформированный четкой конкретно бизнес-план распечатанный или в электронном виде дает человеку определенную степень доверия к вам как партнеру и наставнику что вы ведете человека не в лес в тундру непонятно куда без определенной цели а конкретной цели и он видит вас наставника готового вам доверять и точно знает куда вы его ведете да это маршрутная карта бизнес-план можно назвать дорожной картой или маршрутной картой ну даже не назвать а сравнить с ними что необходимо еще помнить он должен предлагаться не просто так на бум сверху свалить на человека бизнес-план подружки например своей а предлагаться он должен как вариант решения проблем рекрутированного то есть очень важно чтобы он преподносился как уже после выявления потребностей человека то есть мы должны знать что он хочет к чему он стремится что ему надо и предъявлять и подавать его как метод решения его проблем да если мама о декрете я буду на них говорить самый распространенный пример как обычно хочет например дополнительного заработка нам скажем полтора года уже ребенку исполнилось нужны деньги то мы естественно предлагаем бизнес-план как вариант решения ее проблемы да написано должен быть под нее то есть под точно под целевую аудиторию и весьма вероятно что у вас может быть не один бизнес-план а два или три потому что если мы покажем маме в декрете один миллион рублей через год она естественно не поверит отвернется уйдет или посмеется а если мы покажем предпринимателю у которого есть свой уже бизнес какой-нибудь пятьдесят тысяч рублей через год он тоже посмеется отвернется от вас потому почему потому что ему не интересны эти деньги ему интересны сумму в несколько раз больше и поэтому бизнес-планов может быть больше то есть финансовый план вы уже пишете исходя из возможностей нет исходя из запросов целевой аудитории вот так и следующее последнее что надо знать бизнес-план должен быть изложен доступно и кратко и красиво оформлен никто не будет читать бумажку написанную от руки сейчас уже нужно чтобы она была либо в распечатанном виде либо в электронном виде очень удобно хранить где-нибудь на серверах в облаках и отправлять просто ссылку для того чтобы человек мог с ней ознакомиться вот так да можно предлагать бизнес-план как инструмент рекрутинга предлагается даже использовать технику Алана Пиза когда человеку показывают десять вариантов того что можно что важно для человека да и что есть в сетевом маркетинге задать вопрос вон сколько важно ему это почему он считает что это важно и потом преподнести один из вариантов бизнес-плана как после таких откровений да как вариант решения его проблем вот так да я коротко осветила то что мы должны сделать в 2017 году по Брайану Трейси ответить для себя на вопросы поанализировать ответили себя на 4 вопроса прописать вот эти 20 методов решения проблемы найти 15 16 или там 13 да не знаем какой реально будет самым интересным прописать и проводить 2018 год и думать уже о 2019 да прописать для себя новые цели прописать для себя ту сумму баллов на которую мы хотим прирасти с учетом своего личного финансового плана потому что у каждого он свой еще раз повторю это не повторю это скажу мы должны подытожим в 2019 году вступить уже с первое своей основной целью которую мы ставим в соответствии с техниками постановки целей если она у вас не связана с бизнесом вы конечно можете прописать цель не связана с бизнесом и прилагается приложение к цели 100 остальных желаний которые вы хотели достигнуть есть очень интересный вариант работы с этими с этой сотни желаний выписывать из нее примерно по 15-20 не все например выписывать на первые там 90 дней выписать для себя 25 желаний и и реализовывать их в первом квартале соответственно если вы их реализовали мы их вычеркиваем и что-то записываем из оставшихся 100 и таким образом потихонечку да в течение года зачеркивать что-то из этих 100 желаний с этим понятно я думаю да то есть мы с вами вступаем 2019 год четко знаю что мы хотим добиться следующее 2019 год наступаем с четким планом достижения цели со своим внутренним бизнес планом внутренний бизнес план это значит что мы для себя первую очередь для себя прописываем что и как будем делать что мы сделаем да и как мы это сделаем то есть методы и последовательность действий что зачем и третье что в общем-то желательно да и интересно попробовать это создать внешний бизнес план для рекрутинга скажите пожалуйста может быть у кого-то уже есть этот внешний бизнес план и кто-то уже пробовал рекрутировать таким вот образом созданный именно либо в электро в электронном виде для того для каждой из целевых аудиторий технику я узнала на самом деле из вебинаров фаберлик про да о том что вот такой вот бизнес план для рекрутинга иметь очень важно если у вас он есть вы можете поставить восклицательные знаки мы спросим вас да работает он или нет как работает и предлагаете ли вы его кому-нибудь в общем вот так цели и бизнес планы для себя внешне и внутренне вот так мы будем вступать с вами в новый 2015 год я жду во вкладке вопросы ваша электронная почта для тех кто хочет получить чек-лист консультанта и табличку для финансового планирования собственного если есть какие-то вопросы вам не можете задавать во вкладке вопросы жду если вам необходимо напишу никто не пишет всем спасибо всем кто присутствовал сегодня на вебинаре данный вебинар будет в записи и будет выложен у меня на канале на ютубе в открытом доступе так что вы сможете его просмотреть при необходимости вряд ли мы конечно встретимся уже в этом году потому что вебинар уже последний я всем конечно же желаю чудесного и сказочного нового года пусть вам 2019 год принесет море новых эмоций друзей пусть свершаются только хорошие дела пусть у вас будет успех в вашем бизнесе я уверена что те кто сюда зашел уже смело и уверенно стал на тропу ведения своего собственного дела всем желаю любви здоровья исполнения заветных желаний с вами была Катерина Воронцова отключаюсь